очередное чудовищное предательство с точки зрения z каналов произошло накануне турция выдала командиров азова украине это удар в спину это всколыхнула всю зато общественность они опять рассказывают про то как владимира путина поводили за нос некоторые говорят не про нос а про другие органы но об этом чуть позже про то как турция предала еще и открыв дополнительное производство для украины значит дронов и про то как в очередной раз всю российскую пропаганду придется обнулять и перестраивать в общем очень сильно недовольны в z каналов воет весь день вчерашний продолжают вы сегодня потому что вообще не сладка участь z ну то есть человека который поддерживает войну и российскую армию потому что с одной стороны ну ты и так фашист и так человек который вы вынужден рассказывать что убивать других людей это хорошо вынужден рассказывать что нападать на другие страны это хорошо но помимо этого еще постоянно происходят всевозможные предательства предательство от мятежников предательство от других стран предательство от отдельных пропагандистов предательство от деятелей культуры предательство от самой власти и владимира путина в общем постоянно ты живешь с ножами в спине, и уже такой практически панцирь из них получается. Сегодня с вами поговорим о том, что пишут ZVNKOR и вся эта прочая нечисть о том, как командиров Азова передали Украине. Чего вообще все пошло? Я напомню, что командир Азова и вообще батальон Азов сражался в Мариуполе против российских оккупантов. Когда уже большая часть российской армии зашла в Мариуполь, они все еще не могли выбить азовцев с Азовстали. Те героически сражались, сопротивлялись очень долгое время. И России так и не удалось победить азовцев в честном бою. Они взяли Азов измором. Ну, то есть долгое время были в такой осаде вокруг Азовстали, и у азовцев кончились боеприпасы, кончилась вода, кончилась еда, и им пришлось выйти из ДАССа. Когда уже украинское руководство сказало, что, дорогие друзья, вы героически сражались, и я не могу отдавать вам приказ сдаваться, но сейчас, если вы сдадитесь, это будет достойно. Вы сражались очень долго, вы очень долго держали оборону. Россия потратила огромное количество времени и сил на то, чтобы пытаться вас выбить с Азовстали, поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы сейчас сдастся. И Азов тогда действительно сдался. Опять же, только в ситуации, когда кончилось вообще все. Мы помним, какие люди выходили с Азова, они были искудавшие, потому что действительно не было ни еды, ни воды, ничего не было. И все равно они стали героями, они стали украинскими героями, которые долгое время держали оборону, и они стали прям символом сопротивления, мужества, несгибаемости. И тогда Россия очень радовалась тому, что вот смотрите, мы взяли в плен Азовцев и рассказывала по всем федеральным каналам, что Азов это худшее, что есть на этом свете, что идет там, я не знаю, Бен Ладен, Сатана и только потом Азов. Ну, то есть выше них, да, наоборот, там значит Бен Ладен, Сатана, Азов. И рассказывали, что их будут судить, строили какие-то клетки в Мариуполе для того, чтобы это делать. Ну, в общем, рассказывали, что все, ни одного Азовца не будет прощено, они все будут уничтожены, они все будут, значит, осуждены и прочее, и прочее. Но потом внезапно оказалось, внезапно для российской стороны, что не очень-то и нужны были эти Азовцы, по крайней мере, их командиры, их обменяли на Медведчука. И это известно как большое предательство и большой договорняк, потому что пророссийская аудитория, провоенная аудитория была в полном недоумении, на кой черт России Медведчук. Не понимают они этого и сейчас. Вообще у ЗВН-коров есть одна надежда, что все это какой-то хитрый план Путина, и что на самом деле вот есть какая-то стратегия какая-то, в которой, значит, вот это вот все нужно и необходимо, а не просто Путин вытаскивал, значит, близкого себе человека, Медведчука, путем отдачи тех людей, которые были назначены российской пропагандой, с чадями ада. И что очень сильно все ударило по этой самой российской пропаганде, самоощущению этих ЗВН-коров и, собственно, бойцов, которые сражались-сражались, захватывали в плен, а потом обменяли на Медведчука. На самом деле ничего смешного во всем этом нет, да, извините, что вот несколько с иронией, потому что все это на самом деле страшная история, история про сломанные судьбы, история про пытки в российском плену. Часть азовцев, и не только азовцев, украинских военных остается в российском плену, и это чудовищно, и Россия ведет захватническую агрессивную войну. Мы должны не забывать об этом. Однако посмотреть, как корежит ZGNIT, всегда приятно, а последние два дня их корежат особенно сильно. Им вообще приходится где-то раз в две недели очень сильно корежиться. То Россия потеряет какие-нибудь, значит, позиции, то мятеж Пригожин устроит, то вот теперь, значит, Турция воткнула нож в спину. Правда, основные претензии у пророссийских военкоров не к Турции, потому что про Турцию, ну, только слепой и тупой мог не понимать, что она не союзник России, и, собственно, Россия в этом смысле тоже наверняка все понимала. А вопрос у них к власти, которая позволяет каждый раз России проходить через национальное унижение, как сами военкоры это и окрестили. Поэтому сегодня ознакомимся с тем, что они пишут по этому поводу. Вы можете поддержать видео традиционно лайком, комментарием, подпиской. Вы находитесь на канале Майкла Наки, если нет, переходите. А также можно поддержать ролик и весь канал на Патреоне, ссылка на него будет в описании. Или с помощью цифра «Спасибо», ваша финансовая поддержка позволяет канал существовать. Итак, что вообще произошло? На территорию Украины из Турции возвращаются командиры Азова, Денис Прокопенко, Святослав Паломар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их лично сопровождают Зеленский и Ермак. Когда был обмен на командиров Азова, Турция обещала, значит, в рамках обмена, что командиры Азова останутся на территории Турции до конца военных действий, пока война не закончится. Для России это было в том числе и важно, потому что эти люди, они во многом и символы. Символы, которые очень сильно мотивируют украинских солдат. И которые, если будут на фронте, могут придать и уверенности, и боевого настроя украинским воинам. Но Турция, значит, отдала этих людей. Как раз вот было 500 дней войны вчера. И, видимо, в рамках этого тоже Турция передала этих людей Украине. И теперь они будут на фронте. Очень все это не понравилось Зетвоенкорам, которые очень много рассказывали, как это все ужасно отвратительно. И особенно широкое распространение получило вот эта нарезка, где Владимир Путин постоянно рассказывает, как его все обманывают и водят за нос. Почему вообще это стало лейтмотивом? Потому что, понимаете, Владимир Путин очень часто любит рассказывать, как его водят за нос. Буквально говоря про все. Про Запад, про НАТО, про Украину, про зерновые сделки, про Минские соглашения. Он постоянно рассказывает, как его водят за нос. Для чего он это делает? Делает для того, чтобы снизить понимание людей, что Россия ведет агрессивную войну. То есть в его голове, если его обманули, если его надули, то значит он имеет право на какие-то действия. Там куда-то вторгаться, что-то делать, что, конечно, не так. Это совершенно абсолютно сломанная логика. Но, тем не менее, в его голове он таким образом оправдывается перед населением. В чем проблема с этими оправданиями? В том, что, во-первых, они выглядят жалко. И, собственно, все справедливо задаются вопросом, а если нашего президента так легко обмануть? Если постоянно его все надуривают? Если постоянно его водят за нос? То, может быть, он не очень хороший руководитель. Может быть, надо кого-то, кто умнее, кого не будут водить за нос постоянно. А с другой стороны, в целом, провоенная агрессивная милитаристская публика она не любит оправдания. Она любит какие-то действия, угрозы и вот все прочее, которые реализуются потом. А оправдания она любит не очень, потому что оправдания для них это признак слабости. А Владимир Путин постоянно оправдывается. Собственно, и в нынешней ситуации, правда, не ртом Путина, а ртом Дмитрия Пескова, примерно похожая история. Он говорит, Турция обещала, Турция нарушила свои обязательства, Турция нарушила свои договоренности, нас никто не ставил в известность. Выглядит это, конечно, довольно жалко. Если раньше, когда Турция сбивала российский самолет, хотя бы выходил Путин и говорил, помидорами не отделаются, хотя отделались, и даже не помидорами. Ну, то есть все ограничения с Турцией было снято, и это еще до войны было. Я напомню, там Турция сбила российский самолет, Владимир Путин рвал металл, рассказывал, что вот, помидорами не отделайтесь, мы обязательно покажем, что с нами так нельзя. А потом буквально через короткий промежуток времени все с Турцией снова хорошо, все здорово, в Турцию летают, значит, российские туристы, и даже ограничения на всевозможные продукты питания были сняты. Поэтому вот это вот помидорами не отделалось, это стало таким, значит, фразеологизмом, который обозначает бессмысленную угрозу. Но в этот раз обошлось без бессмысленных угроз, просто вышел Песков и стал обтекать. Говорит, вот, мы не знали, нас обманули, они нарушили свои договоренности. Все это не очень понравилось Z-публике, потому что, ну, опять же, это проявление слабости. Начнем с Игоря Стрелкова, ну, который вернул себе звание главного нытика после того, как второго главного нытика Евгения Пригожина, который на несколько месяцев стал основным нытиком, так как он ныл красиво, с видео, с аудио, ну, и вообще находился на линии фронта, в отличие от Игоря Стрелкова. Да, Пригожин перехватил звание нытика. Но вот Стрелков вернул себе звание главного нытика про военной аудитории. И, значит, теперь пользуется этим постоянно. У него там много было постов на эту тему, и эфир у него был на эту тему. Ну, вот возьму один интересный, на мой взгляд. На месте Владимира Владимировича я бы не рисковал принимать предложение Эрдогана встретиться с ним в Турции, поскольку наглядно растет вероятность, что нашего президента забудут оповестить о предстоящем этапировании в Гаагу. А действительно, Владимир Путин, по идее, должен в августе встретиться с Эрдоганом на территории Турции. Ну, мне кажется, опасение Стрелкова не так беспочвенно, хотя это было бы здорово, это было бы здорово, если бы на территории Турции Владимира Путина взяли и отправили бы в Гаагу, что позволило бы приблизить окончание войны. В общем, там Стрелков еще много пишет про опять нос президента, что только нос президента мы и видим в публичном поле, ну, про то, что его постоянно водят за нос. Но не будем сильно останавливаться на Стрелкове, потому что Стрелков, он все-таки последовательный критик российской власти Владимира Путина лично, поэтому понятно, что его мнение за чистое СЗ патриотическое считать нельзя. Вот что пишет прокремлевский политолог, по крайней мере, сам себя он так называет, Марков. Вот эти люди станут героями Украины на многие годы и десятилетия. Уничтожитель православия Зеленский, фашисты, командиры фашистского полка АЗОВ, которые по шее в крови русских людей, именно их будут навязывать Украине как героев террором и тотальной пропагандой, и миллионы украинцев будут равняться на них и мечтать убить всех русских и православных. Такие вопросы сегодня задают миллионы людей. Поэтому последствия грубого нарушения договоренности освобождения фашистов АЗОВа могут быть очень и очень существенны. Вообще, это основной лейтмотив, что, конечно, вот это освобождение командиров АЗОВа из Турции, ну, то есть их пересылка обратно в Украину, это серьезный информационный удар по российской стороне, который показывает и слабость России, и который смотивирует большое количество украинцев и украинских военных на активное продолжение боевых действий и успешное продолжение боевых действий. Самым емким описанием и, мне кажется, вот отражающим общий настрой выглядит пост телеграм-канала репортер Руденко В. Пишет он следующее. Ощущение, что поводили. Собственно, это, наверное, общее ощущение у всех этих Z-Win-коров. Правда, свой пост он в какой-то момент удалил, то ли из-за реакции аудитории, то ли старшие пришли, по шапке надавали, но в любом случае, наверное, это одно из таких самых комплексных описаний произошедшего с точки зрения Z-Win-коров. Пишет и Андрей Медведев, знаменитый свидетель нарколаборатории Голунова. Почему кого-то удивляет, что Эрдоган кинул и отдал командиров Азова? Он что, нам союзник? Друг? Нет и не был никогда. И вообще, Турция всегда так себя вела. Проиграет войну Российской империи, заключит мирный договор и тут же начинает готовить новую войну. В России нет союзников, друзей тоже нет, есть тактические партнеры, да и те в целом преследуют свои цели. Так что надежды на них мало. У нас надежда только на нас самих. Хочется верить, что когда сделку заключали по обмену, ее авторы все понимали и про Турцию, и про нашу ситуацию. Что был особый резон к обмену, что поменяли нацистов не только на Медведчука, с которым вопросов куча. Слышал я и про летчиков, про агентуру, но это же все на уровне разговора. Почему? Зачем? Кадры, где Зеленский встречает азовцев, конечно, сейчас у многих в России почву из-под ног выбьют. Надо вещи называть своими именами. Сейчас у многих в голове вопрос, а за что мы вообще воюем, если вот такое происходит? Но вот если без эмоций отдали упырей Киеву, на конечный результат войны это влияет? Нет. С точки зрения инфовойны, это безусловно серьезный удар по нам и мотивация для украинцев, но на конечный результат войны влияет другое. Поставки кассетных боеприпасов американцами, прочие военные поставки, наша военная промышленность, экономика влияет, наличие или отсутствие лодок, у кого нервы крепче, тоже влияет. Короче, сами мы в конечном счете на этот результат влияем. Оно понятно, воевать или помогать фронту, когда азовцы в Киев летят, морально тяжелее в разы. Только варианта у нас нет. Мы или встаем и деремся дальше, или сдаемся, потому что вот это вот все гадство случилось. Сдастся готовы? Сломаться готовы? Пойдем ныть или пойдем дальше по нашему пути через темные времена? Тут, конечно, каждый сам решит. Но если для кого война еще не закончена, если для кого отбоя не было, то тогда продолжаем. Но вообще история показывает, что русский человек может простить власти ошибки. И глупость тоже. Или, скажем, человеческие пороки лидера. Скажем, страсть к выпивке. Многое может простить. В этом смысле русский человек вполне по-христиански воспринимает мир. Типа, кто не без греха, мы все грешные. Русский человек не прощает, когда ему кажется, что власть слабая или лукавая. Русский человек так устроен, что он хочет понимать, что произошло. Ему нужно, чтобы с ним разговаривали. Глубочайшее и опаснейшее заблуждение воспринимать настороженное молчание русского человека по каким-то острым вопросам, я в широком смысле, а про всех граждан страны, как полное согласие со всеми действиями или как отсутствие интереса к происходящему. Нет, люди ждут, что им когда-то все же объяснят, что именно произошло в той или иной ситуации. Почему произошло? Какие сделаны выводы? Очень надеюсь, что это понятно не только мне, как историку, особенно после ростовских событий. Впрочем, повторю самое важное, война не закончена, отбоя не было. Много раз и раньше писал, будут темные и мрачные дни, будут у нас и поражения. Так что не отчаивайтесь в дни поражения, не сильно радуйтесь в дни побед. Путь предстоит долгий, нам нужны и силы, и нервы на этом пути. Как бы трудно не было. Но можно сдаться, когда до победы осталось несколько шагов. Я такого не хочу. Волыни, Калини, Редису и прочим пожелаем же скорой отправки на фронт. С точки зрения пиара для Кива, это сейчас весьма выгодный шаг. А то засиделись херойские хлопцы в Турции, а наши их на фронте заждались, насколько я в курсе, и вроде в плен их брать не хотят. Еще напомню слова с той стороны, что не будет Мариуполя, не будет Украины. Мариуполь наш, это база. По скрипту, но разъяснение все же очень и очень хочется услышать. В общем, вы видите, какие у человека американские горки, как он пытается то. Ну, мы все-таки встанем, но нас все-таки кинули. Ну, власть, в общем, нормальная, но к ней, конечно, есть вопросы. Единственное, что про Мариуполь скажу. Про Мариуполь наш. Значит, когда были бои за остров Змеиный, Александр Дугин тогда написал, что кто владеет островом Змеиный, тот владеет миром. Ну, и посмотрите, кто сейчас владеет островом Змеиный. Ведь как раз вчера на него высаживался Владимир Зеленский. Почтить память и его защитников, и в целом выразить сожаление по поводу идущей войны. Поэтому и Мариуполь будет освобожден обязательно, как и остальная территория Украины. И вообще можно отдельно комментировать по этому посту многие вещи, например, что сдастся Россия, означает выйти с территории другой страны, которую они оккупируют. Окупационная война не может быть священной. Агрессивная война, наступательная война не бывает священной. Священной бывает только оборонительная война, которую как раз ведет Украина. И как раз Украина не сдастся. Украина будет продолжать биться за себя. А вот российская сторона под весом собственной глупости и аморальности падет. Но вопрос лишь в том, когда это произойдет, и сколько людей успеет погибнуть, сколько людей Путин успеет утащить вместе с собой. Я надеюсь, что это закончится все относительно скоро. Вряд ли в этом, к сожалению, году, но хотя бы в следующем. Тем не менее, моральное обоснование есть только у позиции выступать против этой войны, против российской власти, которая в собственных интересах гонит людей на убой. Но мы сегодня не об этом. Мы сегодня на ТЗТ военкоров. Как видите, он активно намекает и на революции, и на мятеж Пригожина, потому что непонятно ему действия российских властей. Мне это как раз понятно. И вот здесь давайте остановимся поподробнее. Почему вообще у России нет союзников? У России нет союзников, потому что Россия как с точки зрения утилитарной, так и с точки зрения моральной ведет абсолютно несправедливую войну. Ну, то есть, поддержать Россию с моральной точки зрения означает присоединиться к агрессивным захватческим завиваниям. Россия сейчас для всего мира это фашистская Германия, а Владимир Путин это Адольф Гитлер. Ну, если такие прям прям прямые сравнения, да? Нападение на чужую страну, попытка уничтожить чужую страну, ее государственность, пытки, истязания и прочее, прочее, прочее. Поэтому с моральной точки зрения присоединиться к России никто не готов. Но и с утилитарной точки зрения союз с Россией не выгоден. Ну, то есть, глобальный союз с Россией, потому что Россия находится под санкциями, положение России ухудшается, да? Вот Медведев, например, Андрей Медведев писал про экономику и все такое. Вот это все у России становится все хуже и хуже с каждым месяцем. Поэтому заключать какие-то долгосрочные отношения с Россией, в том числе, брать какие-то обязательства, это невыгодные с утилитарной точки зрения реальной политики. Поэтому этого никто не делает. Есть страны, которые из России извлекают выгоду, пока она находится в этом положении. Например, Китай и Индия. Ну, то есть, они по бросовым ценам покупают российскую нефть. Это очень здорово для их экономики. Им не только нефть дают вот по не очень высокой цене, которая официально, но еще и с большим дисконтом, который иногда достигает 30 долларов за баррель. Это гигантский дисконт. И они забивают все свои склады и все свои запасы нефтью. Это делает Индия и Китай. Правда, с каждым месяцем все меньше они закупают, потому что, ну, склады тоже не бесконечные. И когда мы смотрим на политические действия, оказывается, что вот эти вот страны, которых Россия считает партнером, Индия или Китай, они от России отмежевываются. То есть, никто из них не поддерживает российскую агрессию, все из них поддерживают суверенитет Украины. И даже по отдельным действиям, например, вот был проект совместного строительства самолета у Китая и России. И Китай Россию из этого проекта убрал. Как и банки китайские отказываются взаимодействовать с российскими контрагентами, так и многое другое. В общем, у России нет союзников. Есть страны, которые просто извлекают из нее выгоду. Турция абсолютно в их же числе. Когда Турции выгодно, она взаимодействует с Россией. Вообще старается выступать некоторым зерновой сделке. Но ни одна из этих стран не поддерживает Россию в ее агрессии. Та же страна ОДКБ, типа Казахстана и Армении. Казахстан тоже сидит на всех стульях сразу, пытаясь в том числе перестроиться и уйти от некоторой зависимости от России. А Армения так вообще, ну то есть она уже как бы позиционирует себя совершенно отдельно от России. Конечно, Путину важно, чтобы кто-то из мировых лидеров там стоял рядом с ним. Поэтому он готов тратить огромное количество денег или раздавать обещания для того, чтобы, например, на парад 9 мая к нему приезжали там лидеры других стран. Ему важно показать, что хоть кто-то готов с ним в одном поле рядом стоять. И это ставит его в уязвимое положение. Именно поэтому он проглотит то, что сделала Турция. И если Турция сделает что-то еще, он проглотит и строительство завода для, в Турции для поставки Украины новых дронов и чего угодно еще, поставку самоходной там артиллерии для Украины. То есть фактически Турция, она помогает военно-Украине. Но Путин ничего не может с этим сделать, потому что он находится в ситуации, где для него гораздо важнее, чтобы хоть какой-то лидер любой страны был готов с ним взаимодействовать и коммуницировать, чтобы показать, что он не один, что есть какие-то страны, которые его поддерживают, что есть какое-то взаимодействие, что Россию не удастся оставить в изоляции. Для этого ему нужно взаимодействовать даже на невыгодных условиях. И поэтому Владимир Путин находится здесь в зависимом положении и будет каждый раз вот этот вот национальный позор, как это называют военкоры, будет каждый раз его проглатывать. Ну, давайте пойдем дальше. Например, Александр Коц был довольно краток, но все-таки понятно, он из военного пулу президента, да, ведь он из тех военкоров, которых зовут на встрече с президентом, поэтому он был довольно краток. Он написал саму новость и свой комментарий к ней. Эрдоган отдал Зеленскому командиров Азова, которые должны были находиться в Турции до окончания войны. Прокопенко, Поломаря, Волынского, Хоменко, Шлегу. И тут даже комментировать что-то бессмысленно, пишет Коц. Можно зерновую сделку продлить. Тут нужен еще один дисклеймер. Значит, для того, чтобы понимать вот эту всю з-общественность, нужно знать, какой у них словарь. Значит, что такое зерновая сделка на словаре з-общественности? Зерновая сделка это синоним слова договорняк. Почему? Потому что зерновая сделка, которая заключена между Россией и Турцией, Украиной и Турцией, по которой, значит, украинские суда с зерном могут выходить беспрепятственно с российской стороны через стачат воды. Эта зерновая сделка с точки зрения всех пророссийских аналитиков абсолютно невыгодна. Россия что-то за это обещала, там, аммиакопровод, еще чего-то, и ничего не происходит. Там, не с российскими удобрениями, которые им должны были тоже как-то вот их, значит, брать и использовать и прочее. То есть, уже много-много месяцев Россия в зерновой сделке по факту, ну, просто выступает, как такая, окей, мы позволяем Украине продавать зерно и получать деньги. Это очень бесит всех Z-военкоров, и зерновая сделка это синоним чего-то очень плохого. Каждый день они надеются, что зерновая сделка, значит, будет отменена, прекращена, Россия из нее выйдет, но каждый день Россия не оправдывает их ожидания. Поэтому зерновая сделка это синоним договорника чего-то очень плохого. И вот, значит, Коц снова на нее намекает, что вот, смотрите, Турция нас через бедро кидрает, а мы, типа, ради Турции продолжаем эту самую зерновую сделку. Много постов случившимся посвятил Соловьевский пропагандист Выкормыш Мардан, который вообще заходится просто в собачьем лае и уже кидается и на российскую власть, и на Турцию, и на всех на свете. В общем, вот его посты. Командиры Азова из Турции вернулись на Украину. Их лично встретил Зеленский. Кстати, где находятся командиры героического русского Вагнера, мы не знаем. Давненько вы не испытывали такого национального унижения. Дальше пишет следующее. Логика Эрдогана это самая типичная азиатская логика. В этом мире тысячелетиями понимают только силу. И когда Российская империя топила турок под Синопом и гасила их картечью под Кагулом или Эрзерумом, турки абсолютно спокойно принимали свою судьбу, понимая, что русские для того и существуют, чтобы быть карающей рукой Всевышнего. Когда русские из воинов превратились в базарных торговцев, которые готовы продать по дешевке все на свете, Эрдоган превратился в наглого крикливого азиата, вроде тех, которые кричат в Анталии «Эй, Наташа!». Это было абсолютно предсказуемо, тем более было предсказуемо, что Эрдоган пустится во все тяжкие именно после выигранных выборов, выигранных с помощью России, и теперь покуражится вдоволь. Или вот еще. Правильным следующим ходом Запада было бы сформировать во главе с Колыной и Волыной мощные дивизии Лейпштандарт-Азов, наилучшим образом ее укомплектовать и вооружить, и разгромить ею где-нибудь наши войска. Причем совершенно не имеет значения масштаб разгрома, хотя бы одну роту. Именно таким образом создается внутренняя нестабильность в тылу противника. В общем, видите, от Мордана досталось всем и российской власти, и вспомнил группу Вагнер, и Турцию всю решил пооскорблять. В общем, у него очень выдался сложный денек, очень сложно ему оправдывать произошедшее. Но ничего, придут старшие товарищи, расскажут ему, чтобы он сильно не наглел. Придет Владимир Славовец, скажет, что не надо про российскую власть, ничего плохого писать. То есть, видите, ну вот эти Z-пропагандисты, их еще проблема в том, что они вот первые дни, первые часы обычно очень активны, а потом резко меняются в риторике. Почему это происходит? Потому что приходит старшее начальство, дает им люлей и говорит, прекратите хайд российскую власть, а то мы вас посадим или снимем с удовольствия. Потому что все эти люди, они подневольные, они не могут у них там, значит, они не могут на своих YouTube-каналах, ну, во-первых, потому что их заблокировали, но даже на своих YouTube-каналах рассказывать то, что они думают. Единственное там исключение это какой-нибудь Игорь Стрелков-Гиркин по непонятным причинам, хотя вроде и за него потихоньку берутся, вот его выступление в Москве сорвали, но об этом, может быть, как-нибудь отдельно с вами поговорим. В любом случае, вот им постоянно нужно сверяться с линией партии и так же, как Россия проглатывает унижения от Турции, им необходимо проглатывать унижения от руководства России, которая, значит, по своим каналам или там просто через их начальников, даже ничего им не говоря, приходят к ним, и говорят тук-тук, здравствуйте, прекратите наглить. Вот что пишет Дмитрий Борисенко. Я думал, что большего унижения России, чем пьяный Ельцин, дирижирующий оркестром, невозможно представить. Я ошибся. И вот он, новость дает, которую, значит, рассказывает Дмитрий Песков и дает к ней свой комментарий. Россию никто не ставил в известность о передаче Украины главарей террористической группировки Азова из Турции, заявил ли о новости Песков. Борисенко говорит, так терпил в известность не ставит. Разве Ленинградская улица этому не научила? Он отсылает к словам Владимира Путина, что тот, значит, рос на Ленинградской улице, она учила его бить первым. Вообще, бредни Владимира Путина, значит, рассказы про свое прошлое, которые постоянно меняются, то он был таксистом, то он не был таксистом, то он летал на самолете, точнее, на вертолете, который обстрелил, то не летал. Ну, в общем, это отдельный, конечно, жанр. Но, в общем, он отсылает, опять же, к слабости президента и к тому, что вот весь этот образ, который строится российской властью, это карточный домик, который вот щелк не разрушит. Я немножко тут додумываю уже про карточный домик и все остальное. Но, в общем, основная претензия зет-пропагандистов, она именно к этому, что российскую власть все время водят за нос, что российская власть ничем не может ответить, что угрозы дутые, и что все типа союзники российской власти, они за минуту оказываются, значит, противниками. Но самое для них чудовищное для этих зет-пропагандистов, что ничего этим противникам, бывшим союзникам за это не бывает. Вообще Россию ждет еще много сюрпризов. Россию ждет еще много сюрпризов, потому что вот эти вот все, ну, мы видим типичный цикл, через который проходит российская пропаганда, которую мы видели в прошлом году. А когда там в начале года рассказывали, как уничтожают Украину налево и направо, все такие, да, 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 вперед, потом, чем больше времени проходило, тем больше оказывалось, что это все цвет надутая история. Последние там, ну, вот зимняя, да, зимняя-весенняя камбания, она была относительно тихой, и, значит, этот вот пропагандистский цикл обнулился, и теперь, когда идет украинское наступление, Россия рассказывает, да, мы их громим направо и налево, все такие, да, но будет идти время, наступление будет давать свои плоды, наступление идет нормально, об этом мы с вами поговорим в другом ролике, но, тем не менее, значит, вот сейчас эта эйфория потихонечку сменяется уже постепенным принятием, то есть уже нет победных реаляций о том, что вот, смотрите, кем мы разгромили, сколько мы уничтожили, уже все такие ожесточенные бои идут, идут ожесточенные бои, пока держимся, да, что будет дальше, они стараются не загадывать, ну, а мы с вами примерно представляем, хотя, опять же, являясь военными аналитиками, довольно сложно предсказывать будущее, и вообще предсказывать будущее занятие неблагодарное. Еще куча была постов всех этих зет-военкоров, про то, значит, и пропагандистов, про то, как это все ужасно, про то, как опять азовцы, про то, как, значит, Украина информационно укрепится в связи с этим, но, слушайте, сколько можно их всех перечислять, если интересно, почитайте сами, я думаю, основные, основные посылы вы поняли, основные настроения вы поняли, но про азов только в конце скажу, что они вернутся на фронт, по крайней мере, об этом сообщил Денис Прокопенко, рассказал, что они вернутся на фронт, будут там воевать, и это, конечно, даст огромное количество сил украинской армии, моральных сил, и они будут очень воодушевлены по этому поводу, и вообще, это было важное событие, но давайте вот здесь посмотрим буквально, что говорит Прокопенко. Я глубоко уверен, что армия – это командная работа, и с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу, мы обязательно свое слово еще скажем в бою, самое главное на сегодняшний день то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта. Но точняющий вопрос, означает ли это возвращение на фронт, Прокопенко ответил, конечно, для этого мы вернулись в Украину. Удачи Азову, удачи Украине, я надеюсь, что как можно скорее Украина освободит свои территории и закончится эта ужасная, чудовищная война, которая длится вот уже 501 день и вряд ли прекратится в ближайший месяц или в этом году, к сожалению. Но мы все равно будем на это надеяться, все равно будем ждать этого и пытаться всячески этому способствовать. По крайней мере, я надеюсь, вы ко мне присоединитесь. А с вами был Майкл Найки, всего доброго, пока.